Хочешь жить? Пристегнись. Сотрудники госавтоинспекции провели очередной профилактический рейд. В этот раз они напомнили водителям о безопасности детей-пассажиров. Только за этот год в Новом Ринго из-за отсутствия специальных кресел и ремней безопасности в дорожных авариях пострадало семеро детей. Сегодняшний рейд приурочен Международному дню светофора, который отмечают 5 августа. Помнят ли водители, что ребенок – это главный пассажир, а его жизнь зависит исключительно от взрослых, выясняла Мария Федорчук. Взмах жезлом и машина послушно останавливается у обочины. Этому водителю беспокоиться не о чем. Сегодня дорожный полицейский не будет выписывать штраф. Он проверяет документы и вместе с юным инспектором дорожного движения напоминает о безопасности. Машина останавливает светофор. Для чего он нужен? Чтобы не на ушах и правила. И на полоску, не на улажай, на улажетку. И чтобы не собирали правила. Только с начала этого года сотрудники госавтоинспекции выявили около 36 тысяч, казалось бы, мелких нарушений. Но именно они становятся причинами непоправимых последствий. С января в почти сотне аварий пострадало 13 несовершеннолетних. Здравствуйте. Как хорошо? Удобно, да? Аккуратно? Не ругается? Нет? Сейчас мы вручаем подарки. Спасибо. По закону, любой пассажир младше 12 лет должен находиться в машине в детском удерживающем устройстве. Но, как показывает практика, каждый пятый автомобиль, в котором перевозят малыша, не оборудован автокреслом. Халатное отношение родителей к безопасности своего ребенка подвергает его жизнь опасности. Забывают пристегивать, либо как-то экономят, ввиду того, что детское удерживающее устройство ссылается на то, что оно стоит очень дорого. Отнюдь у нас есть специальный так называемый треугольник, который надевает на ремни безопасности и фиксирует ребенка. Поэтому стоит он недорого, но спасает жизнь и здоровье ребенка. Но в этом случае экономия не обоснована. Штраф в 3000 рублей, который придется заплатить, равен средней стоимости автокресла. К счастью, за время сегодняшнего рейда, игнорирующих детскую безопасность, водителей оказалось меньшинство. Это очень важно, так как дети маленькие, тут очень много школ, и это очень влияет на безопасность. Если водитель будет невнимательный нарушать правила дорожного движения, это будет чревато последствиями. Поэтому, чтобы их не было, нужно соблюдать и не нарушать правила дорожного движения. Чтобы избежать непоправимых последствий, сотрудники госавтоинспекции преподают детям уроки безопасности, после которых даже самый юный пешеход может поделиться своими знаниями со взрослым населением. Потому что это опасно. А что может произойти? Плацена может утрой. Может задавить человека. А ты вот правильно переходишь дорогу? Несмотря на то, что дети все-таки знают правила безопасности, не стоит забывать, они по-прежнему остаются самыми незащищенными участниками дорожного движения. Мария Федорчук, Давид Давитошвили, служба новостей «Импульс».